В какие теории заговора вы верите? Правительство постоянно постит этот вопрос, чтобы узнать, о чем мы догадываемся. Многие развлекательные компании служат прикрытием для отмыва денег. Может и не тупак, но я уверен, что хотя бы одна знаменитость подстроила свою смерть и на самом деле жива. Компания Disney была уверена в том, что Хилари Клинтон победит в президентских выборах 2016 года. Поэтому она начала строить ее роботизированную куклу для зала президентов заранее. Но после того, как Трамп удержал победу, Disney не стала делать куклу с нуля, а просто сделала небольшие корректировки в кукле Хилари и выкатила ее на сцену. Это не какая-то определенная теория, но я уверен, что большинство сливов в развлекательной индустрии, кино, игры, телевидение и так далее, являются полностью целенаправленными и предназначены для оценки общественного мнения перед официальными премьерами. Такая схема называется пробные шары, и она 100% существует. Она существует в политике, она существует в физических продуктах, она существует в любой индустрии с любым количеством денег. Биг Мак становится все меньше для того, чтобы Макдональдс смог сэкономить деньги. Я хз, но я клянусь, что раньше Биг Мак был больше, или просто я стал толще. Это достаточно распространенная тактика в бизнесе, и по этому поводу существует много исследований. Компании знают, что клиенты больше рады платить те же деньги за меньшую порцию, хотя само уменьшение порции часто остается незамеченным. Чем видеть, как цена на продукт увеличивается? Это называется шрингфляция. Автомобильные нефтяные компании работают над тем, чтобы препятствовать развитию решений в области возобновляемых источников энергии, или пытаются скрыть их. У женской одежды либо нет карманов, либо они очень маленькие. Это сделано для того, чтобы мы покупали сумочки. Я считаю самой главной теорией заговора сами теории заговора. Кто-то толкает нам мысль о том, что существует невидимая рука, которая всем управляет. Так что ты ничего не можешь предпринять для того, чтобы что-то изменить. Эй, вселяй самоуспокоение. Американские военные активно лоббируют отказ от бесплатного здравоохранения и образования. Потому что это две основные причины, по которым люди идут в армию. С бесплатным здравоохранением и высшим образованием количество новобранцев резко упадет. И мы больше не будем той военной силой, которой являемся сейчас. Я первый раз в жизни слышу про это. И звучит это как очевидная правда. Все эти глупые посты, которыми делятся люди на фейсбук, направлены лишь на то, чтобы узнать вашу информацию для сброса пароля. Приколы в духе. Держу пари, вы не вспомните улицу, на которой жили в детстве. Давайте, я жду. Или какая бы у вас была фамилия, если бы у вас она была не отцовская, а материнская. Ну, собственно, так хакинг и происходит в большинстве случаев, лол. В основном это просто социальная инженерия. В моем родном городе, Великобритании, дилер Хмурова был обвинен в том, что добавлял в Хмурый яд, чтобы убивать бездомных людей. В суде он утверждал, что местный муниципалитет заплатил ему за то, чтобы он таким образом избавился от некоторых бездомных. В свою защиту он сказал, зачем мне убивать своих же клиентов. Я встречался с одним челом, который работает в муниципалитете. И он сказал, что история похожа на правду. А еще я виделся с людьми из благотворительной организации, которая помогает бездомным. Они утверждали, что знали, что все так и было. Но ничего не могли сделать, чтобы доказать это и разоблачить муниципалитет. Поищите подкаст «Смерть за углом», а именно эпизод про Джона Кеннеди. Подкаст достаточно долгий, 5 частей, каждая по 90 минут. Но он невероятно информативен. Ведущий сразу объясняет, что является лишь предположениями, какие существуют реальные факты и как это событие объясняется официально. Суть в том, что Джон Кеннеди работал против ЦРУ разными способами, такими как деэскалация холодной войны, а также попытка поставить ЦРУ под контроль исполнительной власти. Ведущий приводит примеры этих действий. Ли Харви Освальд, единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди, почти наверняка был завербован ЦРУ. Это не относится к Кеннеди, но Чарльз Мэнсон тоже почти наверняка был завербован ЦРУ. Год назад вышло хорошее журналистское расследование на эту тему. И если вы посмотрите официальные документы о некоторых вещах, которые делала ЦРУ, МК Ультра, заражение чернокожих сифилисом, Ирангейт и так далее, и будете учитывать тот факт, что никто, кто курировал эти преступления, никогда не наказывался больше, чем административно, то будет довольно наивно полагать, что ЦРУ перестала так поступать. В администрации Трампа сейчас есть люди, способствующие делу Ирангейт. Лол. Обновлено. Если вам сложно усидеть за просмотром 7-часового контента, то можете начать с 4 серии, хотя первые 3 серии помогают лучше понять контекст. Это самая маленькая теория заговора в истории, но знаете этот прикол, когда вы достаете салфетку из коробки, то салфетка царапает перфорированный край коробки и в воздух поднимается пыль. Клянусь, это спроектировано таким образом специально, чтобы вы чихнули. И вдруг вам нужно больше салфеток? Мы должны восстать против салфеточной мафии. Наконец-то кто-то об этом сказал. Обычно на салфетках чертовски много пыли, и она застревает у меня в носу. После чего все начинается заново и так по кругу. Переключайся на платок, братан. Я знаю, звучит как бред сумасшедшего, но у меня возникает подозрение, что Земля все-таки может быть сферической. Дураки, вы все дураки, она в форме пончика. Безобидная теория заговора. Стиви Уандер видит. Мировая элита замешана в этом, и это чуть не подтвердилось, когда Джордж Буш помахал ему рукой. А разве Шакил Анил не рассказывал, как встретил Стиви однажды в лифте, и тот сказал ему «Привет, Шак!» еще до того, как Шак успел что-либо сказать. Я служу в военно-морских силах США, и по сравнению с другими видами войск, мы слишком часто меняем свою форму. Существует теория заговора, согласно которой жена нашего контр-адмирала владеет акциями компании, которая производит нашу форму. Я случайно услышал, как кто-то рассказывал про это. У меня нет доказательств, но я верю в это на 100%. Обновлено. Рассказал об этом своему коллеге, а он подбросил еще фактов в эту теорию. Оказывается, людьми, которые продают нам форму, управляет сам контр-адмирал. Сюжет закручивается. Ты, скорее всего, прав. Военные – это человеческая многоножка из бессмысленных трат и кумовства. Если частные компании хотят заработать на армии, то вам лучше нанять влиятельного военного Икс. Я работал на одной из таких компаний. Мы поставляли программное обеспечение для авиационных систем военно-морских сил. Они потратили миллионы на эти системы. Компанией, которая поставляла программное обеспечение, руководил высокопоставленный военно-морской чел, марионеточный генеральный директор. Программное обеспечение было точно таким же, какое уже стояло у них. Плюс авторские права на эти проги тоже принадлежали им. К тому времени, когда эта дерьмовая компания предоставила флоту новую скопированную версию программного обеспечения, она дико сильно устарела. Мне сказали, что на эту фигню потратили более 100 миллионов долларов. Эта сумма была потрачена на то, что уже было у них. Правительство придумало Throwbacks Thursday. Вспоминаем прошлое в четверг. Для того, чтобы мы оцифровали и загружали свои старые фотографии, к которым у правительства нет доступа. Это сделано для того, чтобы помочь улучшить алгоритмы распознавания лиц старения. Так же, как и фейсбуковский 10 years challenge. Что нет гениальных людей, работающих за кадром. Наше правительство и мировые лидеры – это скучающие люди с умеренным интеллектом, бегущие по инерции, по структуре, которая уже существует годами. Ты сейчас описал большинство работ. Однако, это действительно развенчивает многие теории заговора правительства. Что типа в правительстве сидят такие гении, которые умеют следить за нами тайно и незаметно для нас самих. На самом деле, это масса неорганизованных людей, которые перекладывают бумагу из одной стопки в другую. ЦРУ несет ответственность за эпидемию Крэка. Это частично является правдой. ЦРУ было не полностью ответственно за это, но было замешано. Вопрос только в том, было ли это осознано или нет. ЦРУ было замешано не только в трафике веществ. Война во Вьетнаме вошла в чат. «Мы мутили всякое говно во Вьетнаме, и к нам пришел кризис Хмурова. Вьетнам стал большим экспортером опиума. Мы мутили всякое говно в Латинской Америке и прошли через бум первого. А в самой Латинской Америке производство первого вышло на новый уровень. Мы мутили всякое говно на Ближнем Востоке, и Афганистан стал новым лидером в производстве и экспорте опиума. И у нас началась новая эпидемия Хмурова. Меня очень сложно убедить в том, что все это случайность». Джон Эдгар Гувер был связан с мафией и отдавал предпочтение одним преступным семьям-организациям, подавляя другие. Кроме того, его власть над американской разведкой сделала его фигурой, которую боялись президенты. Насколько я понимаю, у мафии были фотографии, на которых он и его парень занимались, ну вы поняли, голубой темой. Это довольно серьезная угроза, когда вы подаете себя как «я не гомик и не коммунист». У них была привычка останавливаться в отелях, которые принадлежали мафии. «Ты сам царь слежки, а тут так себя компрометируешь». Ну или это просто чертовски случайное совпадение. Называть работников медицины героями – это умышленная уловка властей. Сделано это для того, чтобы, несмотря на то, что из-за ковида скончалась куча людей, правительство и больницы обосрались и не справились с проблемой, мы бы говорили о героической жертве медицинских работников. «Мой муж работает медбратом. Я уже устала от того, как часто начальство в больнице называет его героем». Похлопывая по плечу, они говорят ему, что на медбратьях держится вся медицина, но при этом они платят ему нищую зарплату. Если медбратья – такие герои, то и зарплаты у них должны быть соответствующими. Шесть долгих лет изнурительного универа, а он зарабатывает так мало, что наша семья из пяти человек все еще живет за чертой бедности. И это пиздец. Моя теория заговора состоит в том, что медсестрам и медбратьям уделяется столько похвалы и положительного внимания со стороны отрасли здравоохранения для того, чтобы люди не обращали внимания на тот факт, что они чрезмерно перегружены работой и им не доплачивают. Зона 51 конкретно связана с неопознанными летающими объектами. Единственный прикол в том, что неопознанные летающие объекты были спроектированы, построены и испытаны в ВВС США. Обновлено. 324-му реддитеру, который указал на то, что это не заговор, спасибо. Мексиканские наркокартели продолжают существовать только потому, что они выполняют грязную работу для правительства, не вовлекая в это само правительство. Обновлено. Интервью Эда Калдерона и сериал «Нарко» рисуют достаточно точную картину. «Los Narcos Gringos» испанское видео иллюстрирует степень участия США и то, как картель использует расовую напряженность США, чтобы гарантировать, что внимание людей будет сосредоточено не на власть, а на другое место. Ложная ракетная тревога на Гавайях являлась экспериментом, при помощи которого хотели выяснить, как огромное количество людей поведет себя, когда узнает, что сейчас умрет. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, в какие теории заговора ты веришь. И не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!